Начнем программу с хорошей новости. С праздника в этот день в 1735 году был отлит царь колокол. Мы долго думали, как отметить такое событие. И нашли в нашем городе не колокол, не пушку, а царь-яму. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ча-ча-ча! Если в больших городах туристы могут фотографироваться с такими достопримечательностями, как царь-колокол, царь-пушка, то у нас в Кирове те же самые туристы смогут сделать фото в царь-яме. Этот провал на перекрестке Блюхера-Свободы появился уже около месяца назад, и никому в голову не пришло сделать его основой для флешмоба. Так как мода на фото флешмоба еще не прошла, я решил сделать свой собственный. Планкинг был, столбышкинг был, а в Кирове можно запросто заняться выбоингом. А вообще, эта яма – наглядный пример того, что сила в дружбе. Вероятно, управление по благоустройству объединилось с дорожными службами и таким образом выполняет план по вырубке зеленых насаждений, которые мешают или выглядят некрасиво в городе. Две недели ямы и ненужных веток как не бывало. А еще, кроме веток, в этой выбоине побывали зазевавшиеся водители, наверняка повредив свою машину. Гуля, Вари. Да, при мне мужчина, женщина, стояли, охали, мужчина стоял в раскачку, раскачивал. Машина классика была, бедный мужик, ему БГИ надо вызывать вообще-то и требовать. Ну а мы потребовали, или точнее, вежливо попросили приезжих из соседних регионов ничего не рассказывать об этой выбоине у себя на родине. Сохраним туристический престиж Кирова. А как вам кировские дороги? Я сам с Перми. Ужас, дороги ужасы. Приезжай в Пермь, о дорогах ничего не рассказывайте, чтобы туристы у нас все-таки ездили. Хорошо. Не стоит забывать о том, что именно такие выбоины прославили Киров на всю Россию. Помните того таксиста, который проверял надежность асфальта и сам того не понимая стал звездой Ютуба? Попробуем повторить его подвиг. Итак. Ну не подкатился, ну не упал, ну не получилось видео сенсации. Но зато звездой Ютуба можете стать вы, угодив в эту яму на своем автомобиле. Но все же наша съемочная группа надеется на то, что раньше вас здесь окажутся дорожные службы, которые ликвидируют проблему. Александр Светлик, Игорь Волосков, программа «Вятка Тодей». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Продолжение следует...